Бог нас от гибели спас, Бог нас от гибели спас, да Бог нас надёшь и простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Вы в связи будете возиться. Молодёжь, а сегодня некому. Я сейчас эти сборки заканчиваю. Подождите, немножко подождите. Если под браком жить... Ну что, успокойтесь, нет? Если под браком жить... Пойду на кухню, тут отдельно кухню. Так, подождите. Вот, вот, сосед вот этот. Вася, заканчивай. Так, подождите, смотри, чашка наполовину. Зачем у нас половина? Вася. Тут ещё кто-то был. Так, старайся вместе со всеми за стола вылазить одновременно. Всё, выходи. Вот, наш порядок не нарушают, всё по-другому будет. Обедок, чтобы нигде не оставалось. А кому вот это вот, с собаками? Не знаю. Пока каша-то не свинья, может быть, и не будет есть. После собрания, после богатых, уже в литургии собрания было, пообедали, сейчас поют, а потом занятия. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Шестое. Шестое. Первое. Песня. 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 О, будь спасен, приди сейчас! День завтра может не проснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас! Благословение потоки, может, следующее? Благословение потоки? Благословение потоки! Бог обещал не спасать, ближним, чужим и далеким, радостным... Тебе сколько исполнилось сейчас? 80. 80? Ты мне ровесенство! Последний, бабки сидят, и с какими телефонами-то? Записываю. Давай, на радость. Записываю. Благословение потоков мы ждем, благословение потоки. Вы, наверное, самые пожилые здесь, да? Не выхалкивайся. Ну, не знаю, среди женщин, среди сестер. Так постарше вас. Опять закипят, благословение потоки, не попольются рождем, падают капля за каплей. Надежда Васильевна. А? Надежда Васильевна. Ага, правильно, правильно. Она старше меня. Господи, свыше потоки, в дом той в виде одиноких, словом больных исцели. Благословения с неба поются дождем, падают капля за каплей. Божий потоков мы ждем, благословение потоки, да наполняют вездом. Чувствуем наши пороки, падаем они пред Христом. Благословения с неба поются дождем, падают капля за каплей. Божий потоков мы ждем, благословение потоки. Благословение потоки, в свое время пошлет. Братик имени Вестер. Мы ходим, если он с нами живет, благословение с неба поются дождем. У старосты, старше сына Терентия, который сейчас учится здесь, Еремия. Божий потоков мы ждем, к нам Евгений из Павловска приезжал. Даже здесь вот как все красиво. Брат от священника у нас. И О Аким. И Аким это отец Благородицы. Она была Мария Акимовна. Благословенные потомки. Благословенные потомки. Благословенные потомки. Пока не убирайте, сейчас я Василий принесу. А что, и так бы хорошо было? Я говорю, ну тут не про это немножко. В принципе, хорошо, что они благословенные. Только за что смотрят? Володя, держи-ка, я сообщу радость одну себе. Так, так, сестры, постарайтесь молчать. Постарайтесь молчать. Я сообщу вам одну новость. В прошлом году по интернету я познакомился с одним человеком. Знаете, он Вахтанг. Какой национальности? Кикабидзе. Грузин. Значит, какая национальность? Грузин. Грузин. Ну, живет не в Грузии, а в Ирландии. Ого, как его так забросило? В Ирландии. И он вышел на меня. И говорит, Библию-то, говорит, достать тут трудно. Ух ты. А Ирландия одна из самых таких религиозных. Самая маленькая деревушка везде храм. Католика, протестанты, главное. И Библии-то нет православной нигде. Ну, а тут у нас бывшее городское здание-то. Городская администрация отвоевали. Она бывшая семинария. Отдали. И теперь тут у нас митрополия в Алтайском крае. А с этой стороны как заходишь-то? А тут у них магазин церковный. Теперь они вынесли за пределы храма. И магазин богатый. Я пришел в Библию и спрашиваю, есть? А не православных тут продавать не будут. Ну, и протестанты продают, там 66 дней. 77. Она достаешь, полная Библия, большая, твердый переплет. Смотрю по благословению патриарху Алексея Второго. Я ее взял. Она говорит, берете? Я говорю, беру. Она там средник сразу свой убирает. Видимо, последняя была. Вторую, я говорю, еще Библия есть? Она полезная, есть еще. Достаешь по благословению патриарху Кирилла. Точно такое. Я взял и смотрел, хорошая. Она говорит, будете брать? Я говорю, конечно. Она так удивлена, две Библии. Я говорю, еще есть. Она дальше полезная. Достаешь еще патриарху Алексея Второго, но другое издание. Я третью Библию беру ищу, а может еще, если она полезная, патриарху Кирилла Второе издание нашли. И у меня четыре Библии. А проститанты одну. Я это четыре Библии. И новый за это он просил, трехтомник-то. Все это с фотографирования здесь. И отослал в Ирландию. Выслал до свидания. Мне никто, ни копейки не прислал. Как досталось, да? Да, а тут находятся домы его, да, а то другое. Вы подождите, мы же не знаем, что у него есть-то. Он мне понравился человек. Не только по имени, а какой он шапиером работает, там, и все как есть. Но проходит. Это я еще, да, направление потеряем. Это где-то месяц, может, май был. И вот-то уже нету нигде. А я его помню и молюсь. Вы почувствуете, что значит молитва? Ирландия потерялся окончательно. Я нахожу, где его, туда брякаю, бесполезно, никого нету. Но мысли-то всякие приходят. Я говорю, господи, да мало ли еще было-то. И вот сейчас идти, я дай-то мы загляну в интернет. Заглянул, а он ко мне зашел на мою страницу в скайпе. Я был там многотощие. Я не мог многотощие. На эту среду, вот, среда на этой неделе, я вам вышлю. За книги мои столько-то посчитал, но в евро. Я не стал говорить, у нас евро тут не обменивают. Только доллары. Это я должен прийти, а тут обязательно что-то принишим. Как не обменивают? Евро обменивают. Как не обменивают? Обменивают, обменивают. Мне не обменивают, мне нужно еврами выдали на руки. А они только в доллары. Вот это вот на той неделе я пошел и полный комплект отправляю. Я получил, знаете, 1250 долларов. Ну, 1250 это уже что-то. Я своими не считаю, поэтому ни одного цента ко мне ни разу не пристало. А дело Божие. Ну, мы радуемся за вас, ладно? Перед Богом. Пускай 120 миллионов будет. Вы найдете куда-нибудь приступать. Я Богу говорю, Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Я не понимаю в деньгах ничего. И вот сейчас иду, и вижу там собачонка лежит такая, какая кудлатенькая, и голову под ворот. Я их думаю, чем бы меня накормить-то, еще нету. Голову поворачиваю, а эти стоят с тарелкой, словно. Я с тарелкой не ходу, взял, даже не затормозил, хожу и кормлю. В Новый Завет. Это вообще... И ни разу так не было, ни разу в кабаке не было. Но одно с другим так состыковалось. И у нас дарает мальчика. Слава Богу. Слава Богу. А сейчас, раз, что-то ездить на поездку. Я стою на обществу, сколько у меня в интернете, Бог не услышал. Поэтому, что будет, я приму. Но надеюсь, что во вторник я выйду. Как нельзя сама. Везде спрашивают. Мусульмане звонят. Где Игнатий Тихонович, что с ним сделать? Может, помощь какая нужна? Да мне, Василий Тихонович. Так а тишина же. Это вообще... Человек же привык, что каждый день что-то... Батугин звонил. Мне человек, наверное, 10 позвонил, спрашивает. Мне один позвонил. Говорит, что-то у вас с каналом. Где, Татьяна? Это тебе кто звонит, ты говоришь? Мук суд. А? Мук суд. Он звонит уже несколько раз и говорит, где тот дед? Где он потерялся? Почему закрыли? Мне надо его ломать. Как помочь вам? Как помочь? А, что он бомбардирует, это нет? Нет, нет. Ну, вот видишь как. Нормальный. Слава Богу. Нормальный. Слава Богу.